Руководством Филиппа Кусто идет на стареньком буксире под названием Надежда к группе вулканических островов в центре Микронезии. Их цель лагуна Трук, ее ширина 40 миль и когда-то она была одной из лучших естественных гаваней в мире, но война оставила здесь неизгладимый след. Говорит Филипп Кусто, обломки, погребенные в лагуне, немые свидетели американской бомбардировки во время Второй мировой войны 25 лет назад. Эти изъеденные водой и ветром останки лишь пролог. На дне лагуны лежит 30 японских военных кораблей, которые мы должны найти и исследовать. Для местных ребятишек следы войны – естественная часть окружающего мира. Наша цель – погибший флот, который лагуна скрывает уже четверть века. Подводная Одиссея команды Кусто Режиссер Филипп Кусто Композитор и дирижер – Поль Глаз Исполнительные продюсеры Жак Ив Кусто и Маршал Флом Лагуна погибших кораблей Трук – тропический атолл в восточной части Каролинского архипелага. Лагуна этого атолла стала кладбищем целого военного флота. В бухте, такой удобной для стоянки, Филипп Кусто и его команду Ожидает зловещее зрелище. Изъеденная ржавчиной – наследство войны. Теперь это символ запустения. Трагическое свидетельство былой битвы. Побитое временем – иллюстрации страшного прошлого. Во время Второй мировой войны Трук был базой военного флота Японской империи. С начала войны здесь шло оживленное строительство. Трук был центром круговой обороны японцев, не только основной опорной точкой флота, но и важной воздушной базой. Его называли Гибралтаром Тихого океана. Это была крупнейшая военно-морская база после разрушения Перл-Харбор. Укрепления были в основном рассчитаны на отражение высадки с моря, но союзники решили напасть на Трук с воздуха. Первый удар был нанесен утром 16 февраля 1944 года. 70 американских истребителей атаковали здешние аэродромы. 275 самолетов были выведены из строя, не успев взлететь. Воздушная оборона японцев была моментально парализована. Вторая главная группа целей — корабли, стоявшие на якоре в лагуне Трука. Японское командование уже приказало своим боевым кораблям переместиться в более безопасные воды. Однако плохая погода задержала выход более 30 судов. Они были гордостью японского вспомогательного флота. В течение двух дней военнослужащих войск. Морская твердыня была превращена в корабельное кладбище. Для моряка корабль — это дом. Поэтому для моих ребят с надеждой исследование погибших кораблей — все равно, что экскурсия в затонувший город. Люди будут предоставлены сами себе вдали от родной калипси. Они опытны, но молоды. Как и приветствующие их местные жители, они сами не помнят Второй мировой войны, ни ее битв, ни газетных заголовков. Еще на калипсу Филипп в деталях изучил сражение. Перед началом подводных исследований он и его команда осматривают то, что осталось от японских наземных укреплений. Я чувствовал себя в знакомом окружении, потому что все это я изучил еще до прибытия сюда. Я мог узнать каждую деталь местности, как будто я сам сидел за штурвалом истребителя во время налета на труг, хотя тогда мне было всего три года. Ребятам пришлось попотеть, чтобы продраться сквозь тропические заросли. В других местах джунгли стирали с лица земли целые цивилизации. Неудивительно, что природа постаралась вскрыть орудия войны. Воронки от бомб теперь кишат жизнью. Со временем раны, нанесенные земле человеком, стали жилищами для созданий вроде илистого прыгуна. Мачта затонувшего японского судна стоит словно веха. Здесь ныряльщики кустов впервые встретятся с подводными тайнами трука. Местный моряк капитан Сикво стал проводником французов. Он убедил их, что здесь стоянка безопасна, несмотря на близость погибшего корабля. Затонувшее судно ясно видно прямо под корпусом надежды. Первое погружение будет мелководным. Старший ныряльщик Кристиан Бониси решил, что они с Домиником Цумьяном будут работать без аквалангов. Но гидрокостюмы наденут, чтобы не обжечься, а ядовитый коралл, который здесь изобилует. Филипп Кусто будет снимать все подводные исследования в лагуне Трука. Сейчас он проверяет свою камеру с техником Арманом Довсо. Кристиан и Доминик берут с собой противоакульи дубинки. Необходимая предосторожность в тропических водах. Местные жители сказали нам, что здесь затонула небольшое портовое суденушка. Но вообще они мало что знают о погибших в лагуне кораблях. Вот и сейчас. Вместо скромного катера мы находим вооруженный транспортный корабль внушительных размеров. Корабль расколот надвое. Свидетельство прямого попадания. Погружение Кристиана и Доминика длятся по 90 секунд. Чувствуя себя легко и свободно, без аквалангов, они быстро обследуют корпус затонувшего судна. На палубе тяжелые приспособления для перемещения грузов. Но самих грузов на борту нет. Видимо, корабль успел разгрузиться и собирался обратно в Японию. В округе есть и другие обломки. Капитан Сиква сказал, что где-то в этом районе лежит упавший самолет. Это японский пикирующий бомбардировщик. Американцы называли такие самолеты Джуди. Они могли базироваться и на аэродромах, и на авианосцах. Изрешеченный пулями самолет был сбит недалеко от взлетной полосы. Один из тех немногих, что успели взлететь. Взлететь. Прилетев из Монако, я вижу, как светятся глаза у моих ребят. Это состояние знакомо мне с тех пор, как 30 лет назад я впервые обследовал затонувшее судно. Для нас, ныряльщиков, погибшие корабли – это приключения, тайны, переживания. Однако до этого я видел лишь одиночные жертвы моря. А здесь, в лагуне Трука, покоится целый флот, свидетель бурных событий и истории. Мне не терпится все увидеть самому. Опознан еще один грузовой корабль – Рио-де-Жанейро. Меня поражает контраст. Наверху ржавые останки судов выглядят уродливо и бесприютно. Здесь же, под водой, они обросли новой жизнью. В них и на них живут мириады существ, таких, как эта изящная морская лилия. Кусто и аквалангисты Калипсо проведут 480 погружений, чтобы исследовать 30 кораблей, затонувших в лагуне Трука. И каждое погружение принесет новые открытия. В тропических водах мертвые корабли окутаны живым саванном из кораллов и множества маленьких рыбок. Некогда смертоносная пушка покоится в богатом наряде. Кусто подплывает к корабельной трубе. Она густо поросла кораллами. Отсюда очень удобно обозреть весь корпус корабля. Внутренность трубы похожа на подводную пещеру. В океане такая полость обязательно стала бы домом для крупных морских обитателей. Но здесь, в лагуне, дом остался незаселенным. Раньше я никогда не видел затонувших кораблей, в которых не было крупных рыб. Где групперы, мурены, да и омары? Если бы они жили в лагуне, то обязательно оккупировали бы обломки. Движение Кусто чрезвычайно сдержанное. Он старается как можно экономнее использовать воздушный запас своего единственного баллона. На палубе грузового корабля стоит сухопутная пушка. Причем резина на колесах почти не испортилась. И на каждом корабле, от носа до кормы, все покрыто коралловым ковром. КОНЕЦ Коралл не растет на или и песке. Ему нужна твердая опора. На эту роль отлично подходят затонувшие корабли. КОНЕЦ Каждый их уголок, каждый обломок кишит морской живностью. Хотя крупных рыб нет, стайки мелких разноцветных рыбешек снуют среди каменных цветов, губок и раковин. Я очарован этой ослепительной красотой. Только подводный пловец имеет счастливую возможность свободно двигаться в любом направлении. Небольшой вдох дает достаточно энергии, чтобы проскользнуть сквозь зазубренный корабельный остров. КОНЕЦ Из-за лагуны исследователей ждет неожиданная находка. На глубине 45 метров лежит группа японских кораблей с грузом на борту. На такой глубине воображение может легко разыграться. Восприятие искажено. Опасность кажется преувеличенной. Хирургический стол, простоявший под водой 25 лет. Полностью экипированный лазарет сохранился в нетронутом виде. Инвалидные кресла все так же аккуратно составлены одно в другое. И наркозная маска уцелела. Инстинкт подсказывает не забывать осторожность. На суше крыша это защита, но в море потолок всегда таит угрозу. В дом обычно входят спокойно, но на пороге подводного помещения всякий ныряльщик испытывает сомнение и преодолевает пространство понемногу. В офицерском кубрике ничего нет, кроме деревянного сундука. От гниения его защитил лак, который совершенно почернел. Здесь нет затонувших сокровищ, лишь горстка мелких монет. Теперь они не имеют ценности и могут символизировать истинную выгоду, которую человечеству приносит война. Полные грузовики, еды и питья. После бомбардировки японский гарнизон и местные жители голодали, в то время как на дне лагуны лежали тонны пищи. В офицерской столовой трудно что-то найти. Все, что здесь было, похоронено под толстым слоем ила. Я извлек из ила оленьи рога. В японской мифологии оленьи рога считаются божественным знаком. Их носил один из семи мудрецов. Здесь нет места мудрости. Стальные стены камбуза разодраны, зато хрупкие тарелки пережили взрыв, который погубил судно. Выбравшись на открытое пространство, мы испытываем облегчение. Я проверяю дверь, желая убедиться, что она не закроется за нами. При каждом погружении в лагуне меня тревожит странное отсутствие крупной рыбы. Теперь я начинаю догадываться о его причинах. Это бомбы. А ведь взрывы убивают рыбу. Позже я узнаю, что после войны островитяне растаскали склады боеприпасов. Они использовали их для глушения рыбы. В результате была истреблена вся рыба. А ей, чтобы дорасти до крупных размеров, требуется 20-30 лет. Еще одно наследство войны. Подводные коридоры приглашают прогуляться по ним. Я думаю о людях, которые когда-то ходили по этой палубе, опирались на эти перила. Как все моряки в открытом море, они чувствовали себя особенно близко к природе, в ее полной власти. Сами они уже не могут рассказать о том, что здесь было. Мне хочется узнать, что с ними стало. Мы будем исследовать лагуну на глубине, на которую до этого не отваживались спуститься. Первый этап экспедиции закончен. Ныряльщики посетили и тщательно обследовали почти все затонувшие корабли на разных стоянках в лагуне. Пока все свидетельствует о том, что труп был плохо подготовлен к нападению. Гибралтар Тихого океана был мифом. Взяв образцы для исследования, Кусто и его аквалангисты поднимаются на поверхность. Остановки для декомпрессии обычно дело скучное. Но порой нам перепадает кое-какое развлечение. На этот раз нас посещают медузы. Это одни из самых примитивных и в то же время одни из самых изящных морских существ. Аквалангисты держатся поблизости от аварийного баллона. Он понадобится в случае нехватки воздуха. Время декомпрессии закончилось. Игривой рыбке Лоцману скоро придется искать себе другую компанию. Играет рыба Лоцманου. Наша надежда невелика и непритязательна Но она на поверхности, она жива Теперь ныряльщики обмениваются впечатлениями Уже ясно, что двухдневная трагедия Трука имела долговременные последствия Подводная среда до сих пор не восстановилась Возможно, для полного восстановления потребуется много десятков лет Если оно вообще когда-нибудь наступит И все же команда Кусто воодушевлена Погружения были очень интересными Теперь Кусто планирует самое главное погружение Во время которого надо будет найти и обследовать еще один погибший корабль Большие японские суда всегда становились на якорь в юго-восточной части лагуны У острова Итен Это самое глубокое место Здесь нырять труднее всего Если корабль будет обнаружен и глубина не превысит 100 метров Последует погружение Ни расположение, ни характер судна, ни его название неизвестны Оценка дна у острова Итен проводится с воздуха Заодно ведутся поиски нефтяных пятен И других признаков близости затонувшего судна На мелководье лежит перевернутый и расколотый надвое танкер На юго-восточной стоянке нет никаких признаков затонувшего корабля Хотя считается, что здесь на дне должно быть какое-то судно Последний облет района Может удастся заметить хоть какие-то следы Безрезультатно Придется использовать электронные методы Обычный буксир «Надежда» превращается в исследовательский корабль Данные с компаса переносятся на карту Расположение определяется по ориентирам на суше Если «Надежда» пройдет над затонувшим кораблем Это будет засечено эхолотом Впереди на дне В двухстах метрах от «Надежды» Эхолот обнаружил крупный объект Курс проложен так, чтобы «Надежда» могла встать прямо над затонувшим судном Судно найдено Глубина почти 100 метров Предстоит трудное погружение Но в пределах допустимой глубины Сброшен буй метко По данным эхолота Объект представляет собой крупное скопление разновеликих возвышений Верный признак того, что у острова Итон действительно затонул большой корабль Который никто не обследовал и вообще не видел 25 лет Воздух закачивают в специальные более вместительные глубоководные акваланги При закачке воздух нагревается и расширяется, поэтому баллоны надо охлаждать Иначе в них невозможно будет вкачать столько воздуха, сколько необходимо для погружения глубже 75 метров Даже на Калипсо такое погружение было бы делом непростым А на Надежде, без аварийной декомпрессионной камеры Мы слабо подготовлены к таким операциям Однако у нас есть наши новейшие воздушные регуляторы Которые весьма облегчают дыхание на большой глубине А акваланги с повышенным давлением позволят увеличить предельную глубину погружения В воздухе царит напряжение Мы почти не говорим Каждый знает, ошибки недопустимы Каждый знает, ошибки недопустимы На одной руке каждого аквалангиста глубиномер На другой часы Два жизненно важных прибора Филипп Кустой, старший аквалангист Кристиан Бониси Повторяют график декомпрессии И его надо выучить наизусть Потому что неправильная декомпрессия Может привести к необратимым повреждениям организма И даже к смерти На глубине 75 метров Начинается область азотного наркоза Его называют глубинным экстазом Он может серьезно нарушить сознание аквалангиста В таких условиях неразбериха недопустима Поэтому каждый акваланг помечен инициалами его хозяина Ныряльщики готовы к старту Филипп Кусто, который будет снимать Это тщательно подготовленное погружение Последний раз проверяет свое снаряжение Вместе с Арманом Довсо Это Арман сконструировал подводную камеру Ну вот Теперь готов и Филипп Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Глубина 75 метров. Ныряльщики Кусто продолжают погружение к затонувшему кораблю. Чем глубже, тем меньше света. Вода мутновата, видимость плохая. Продолжение следует... Чтобы нырнуть еще глубже, внезапно я ощущаю головокружение. Я знаю, это первый признак азотного наркоза. В середине судна крестьян находит вход. Связанные между собой металлические кровати. Это матросский кубрик. Глубина 85 метров. Еще одно отверстие. Стена водонепроницаемого отсека проломлена давлением воды. Здесь никто не смог бы уцелеть. Кристиан берет фонарь. Доминик останется снаружи, чтобы подавать кабель и следить за обстановкой. Субтитры создавал DimaTorzok В глубоком илле мы нашли матросскую шапку. Я потерял ориентацию. Почти ничего не вижу. Фонарь Кристиана едва мерцает. Я стараюсь держаться поближе к свету. Кабель фонаря – моя единственная путеводная нить к выходу. Из трещины в потолке торчит ботинок. Только подошва устояла перед гниением. Сложенное одеяло. Так и пролежало 25 лет. Невероятно. Я полностью потерял ориентацию. Я способен только плыть на свет. Я тянусь вперед. Надеюсь нащупать Кристиана. Камера продолжает работать. Внезапно моим глазам открывается ад. Это похоже на галлюцинацию. На ночной кошмар. Но ведь Кристиан он настоящий. Внезапно моим глазам. 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 Я пытаюсь восстановить контроль над собой. Я чувствую, как что-то упало к моим ногам. Мне хочется уйти, но меня что-то держит, не отпускает. Крестьян смотрит на меня, и он понимает мой ужас. Он также потрясен и указывает в сторону выхода. Вырвавшись из затонувшего корабля, мы чувствуем себя заново рожденными. Поднимаясь к буксиру надежды, я будто уношу из царства смерти свое самое драгоценное достояние — жизнь. Человеческие останки за 25 лет сохранились из-за недостатка кислорода. Лагуна Трука — таинственное переплетение жизни и смерти. С одной стороны, природа поглощает следы войны, а с другой — она же их сохраняет. пройдет много веков, пока последнее свидетельство человеческого безумия исчезнет из лагуны Трука. Проведя в лагуне два месяца, экспедиция оставляет Трук. Люди Кусто искали здесь приключений, а теперь, последний раз пересекая лагуну, они уносят с собой печальные воспоминания о своих находках. Война в конечном итоге всегда оказывается бессмысленной. Но последствия от нее остаются надолго. Погубленные человеческие жизни, растрата материальных ресурсов, раны, нанесенные природе. Лагуна Трука не оправится от них еще очень долго. Для мертвых все уже кончилось. Бремя от гремевших воин лежит на живых. В древности война была делом избранных. Богов и царей. Простые люди переносили ее беспомощно, как чуму. Тысячи лет войны были неизбежны, как рок в греческой трагедии. Но в наше время обычных людей волнует уже не только последствия войн, но их причины. Люди ищут возможности избежать их. В этом наша надежда. Поэт-пророк Джон Дон написал в 1623 году «Каждый человек часть материка, часть единого целого. Любая смерть умоляет меня, ибо я един с человечеством». Продюсер и автор сценария Кеннет Розен. Подводные съемки Филипп Кусто. Производство Кусто Групп. 1991 год. На русский язык фильм озвучен кинокомпанией Селена Интернешнл по заказу общественного российского телевидения. Селена Интернешнл Корректор А.Кулакова Селена Интернешнл